вот начинаем потихоньку мыть теплицы готовить к сезону теплицы мы ничем не обрабатываем никогда вот только хорошо очень промываем их водой как говорил какой-то нас наш предок не помню точно он сказал что вода это самый лучший растворитель то есть если есть какие-то там споры грибки мы сейчас очень хорошо это все смоем щетками сначала потом еще водой потом еще щетками вот а то что смоется в грунт это там все будет конкурировать уже с нормальными здоровыми грибками и конкуренцию эту обычно патогенная флора она не выдерживает потому что мощная всякая там плесень всякие мощные бактерии они ее побеждают ну на на первом этапе как бы потом когда будут благоприятные условия все равно они просто с ветром с ветром от других растений которые на улице растут даже трава там какая-то лебеда крапива сорняки и все равно какая-то зараза в виде фитофторы там еще чего-то все равно прилетит никуда от этого не денешься вот так что потихоньку начинаем подготовку к фасадке еще конечно очень холодно так что времени еще у нас много но тут землю надо подготавливать вносить перегной будем вот залу все это несколько раз перемешивать перепахивать вот так вот с вами был помидом дмитрий гусев заходите к нам на сайт покупайте наши семена помидом точка ру спасибо вот и дальше мы увлажняем сильно сильно увлажняем землю в теплицу то есть помыли мы все ее еще нет лежит вот помыли все хорошо теперь мы стильно увлажняем вот таким напором струи всю теплицу заливаем чтобы каждый там какой-то сухой может быть комочек где-то там что-то не не влажное в земле чтобы все 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 досконально промочить чтобы активизировались все 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 бактерии полезные и все полезные грибки вот чтобы земля начала созревать то есть вот сейчас солнышко у нас пригревает ну не часто ну раз-два в неделю бывает очень хорошо греет и здесь почва будет греться и будет преть такой будет аромат найти такой весенний созревание земли то есть почва начнет пахнуть приятно вот перегноем таким вот ну кто кто в теме то знает как земля созревшая весной пахнет и здесь в теплице мы должны сделать вот точно так же то есть все все смочить все промочить то есть вот после такой вот после такого душа она будет стоять ну наверное еще неделю а может быть даже и больше вот пока вот в тепле на солнце не начнет созревать земля чтобы все полезное взять из нее это помидом дмитрий гусевым подготовку ведем к посадочному сезону вот сейчас у нас конец февраля вот обычно мы это делаем в начале марта нас теплее сейчас погода поэтому делаем это сейчас пораньше вот заходите к нам на сайт помидом точка руб покупайте наши семена всем спасибо ну вот основная грязь основная пыль вся смыта земля увлажнена то есть если вот хозяйки знают например как готовить закваску да вот так как закваску сохранить закваску сохраняют сухом видео высушивают то есть в сухом состоянии те бактерии те грибки которые есть в закваске они сохраняются их можно увлажнить и они дальше пойдут размножаться но если закваску оставить в сыром виде она перекиснет вот и все бактерии там все 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 там погибнет и она заново не будет годится для закваски то есть там будет одни спирты вообще не поймешь чего вот так здесь когда все сухо у нас теплицы когда на сухих значит конструкциях сами да вот теплица здесь везде да она где-то на самом поликарбонате на земле где было сухо все сохраняется в чистом виде то есть все споры все там то есть вот все что осталось с осени с прошлой сейчас мы что сделали мы эту сухую как бы закваску да вот например такой просто не знаю как по-другому объяснить вот мы ее увлажнили увлажнили сейчас солнышко вот она сейчас уже села вечер это солнышко она согреет внутри теплицу но все-таки уже горячие такое уже весеннее солнце закваска работает в тепле и вот сейчас все это влажное начнет размножаться здесь вот и все сильные бактерии которые присутствуют в почве все эти сильные бактерии они всю патогенную флору как это говорится они забьют и уничтожат вот и здесь будет только зрелая хорошая земля вот это мы только первый раз прошли я еще буду буду еще где-то дня два наверное еще буду здесь уливать землю то есть она должна быть сильно влажной практически как бы стоять вода грязь то есть все что вы каждый там частичка маленькая чтобы все 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 промокла насквозь вот после этого будет все здесь рыхлиться культивироваться тунном культиватором вносится перегной зала вот подготавливаться гряды но это уже будет только после того как и земля созреет часто очень часто и я так раньше поступал на это было давно совсем и неправда очень часто сажают сухого земля сухая еле влажная до из-под земли из-под зимы вышла и вот тут же гряды делают вот в несозревшую землю то есть а там все сохраняется то есть вся 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 зараза можно так сказать мало то что вся зараза сохраняется там еще не происходит правильный биологический процесс вот этого размножения бактерий и земля мертвая но приходится там ее поливать подкармливать кто-то какие-то там используют бактерии покупные вот а здесь будет все происходить естественным образом в общем как в природе должно быть вот сверху у нас все чисто а здесь у нас будет брожение так скажем созревание земли вот чтобы уже посадить наши семена или там вот посадить рассаду уже в зрелую такую сочную хорошую почву все это был дмитрий гусев помидом помидом.ру сайт заходите к нам на сайт покупайте наши семена спасибо всем 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 вам Продолжение следует...